Сегодняшний наш герой Роберто Марко Грега, или более известный в психологии, как Роберто Асаджиоли. Проживший 86 лет, ученый смог соединить и воплотить в себе несколько разных подходов. Человек довольно скромный в жизни, старавшийся всегда отделять свою личность от того, чем он занимался в науке. И надо сказать, что отдельно, обязательно отделявший и элемент религии, его веры. Но к этому подойдем. Что еще интересно, то, что Асаджиоли смог в юности соединить два направления, в некотором плане близких, но все-таки довольно разных. Это психоанализ Зигмунда Фрейда и аналитическую психологию Карла Густова-Юнга. Да, здесь еще следует добавить то, что Асаджиоли был близким другом Юнга. И еще один очень важный момент, это то, что психосинтез Асаджиоли включает в себя больше самостоятельных подходов, нежели чем попытки именно синтеза более до него известных каких-то направлений. В конце сегодняшнего занятия я дам несколько упражнений, при помощи которых, согласно Асаджиоли, можно более полно понять и постичь себя. А теперь, пожалуй, приступим к биографии. Итак, Асаджиоли родился 27 февраля 1888 года в Венеции. И надо сказать, что здесь первоначально фамилия его была Гвида. Но когда мальчику было 2 года, его отец умирает, и через 3 года после смерти мужа, то есть когда Роберто исполняется 5,5 лет, его мать повторно выходит замуж за доктора Александра Эммануэля Асаджиоли, который, собственно говоря, мальчику и передает свою фамилию. Практически большую часть своей жизни Асаджиоли прожил в Италии – это Венеция, Флоренция и Рим. И, соответственно, все исторические перипетии, связанные с 20 веком, это и Первая мировая война, это и Вторая мировая война, естественно, ему прошлось через себя провести. Семья довольно зажиточная, это верхний слой среднего класса, очень образованная, и с детства Асаджиоли прививается к культ знаний, интерес к искусству, интерес к музыке, интерес к литературе. И, что самое важное, мать увлекается духовными учениями, как потом выясняется, учением Елены Блаватской, но об этом чуть позже, а пока в том числе и духовное учение тоже является сферой интересов семьи Асаджиоли. С детства Роберто испытывает особую тягу к красоте, и надо сказать, что очень увлекается искусством. В этом плане, безусловно, сама Флоренция, город несколько уникальный, ну, хотя бы по тому, что сама архитектура Флоренции во многом подразумевает под собой очень важную особенность в минимальном выразить максимум, то есть микрокосм и макрокосм. Вспомним хотя бы собор Санта-Мария-Дельфьёре, который, в принципе, построен, это огромный собор, который потрясает воображение туриста, но, что самое главное, построен он на достаточно маленьком пространстве. И архитекторам удалось в некотором плане включить его в общий конструкт города так, чтобы он вписывался туда со своей громадностью, со своим космическим содержанием, достаточно небольшие узкие рамки. Вот эта вот особенность, практически мистическая особенность этого города, безусловно, оказывала, я считаю, воздействие на Асаджиоли. Мало того, всё-таки это город Данте-Алигьери. Именно в этом городе была написана божественная комедия. Итак, Асаджиоли довольно много читает. Он жаден до знаний, по воспоминаниям был. И к 18 годам он в совершенстве знал 8 языков. Естественно, языками надо было заниматься более активно. И через некоторое время, если языком не занимаешься, он несколько ухудшается. Но всё-таки, какими языками Асаджиоли владел в 18 лет относительно свободно? Греческий, иврит, немецкий, русский, санскрит, итальянский, как родной, английский и французский. Причём на английском и французском он говорил так же свободно и думал на них так же, как и на родном итальянском. Со школьной поры он склонен был писать научно-философские статьи. И в 15 лет в венецианском журнале научно-популярно публикует свою первую работу «Бессознательные желания и сознательная работа». Повторюсь, в 15 лет достаточно специфическое название статьи для молодого человека. С детства Роберто любил путешествия, любил ездить по миру, а финансовые возможности семьи это позволяли. И в возрасте 17 лет он приезжает в Россию, влюбляется в эту страну и испытывает к России интерес практически всю свою жизнь. А уже в достаточно пожилом возрасте понимает, что его образования недостаточно в плане познания русского языка. Он заново начинает изучать русский язык и через год в совершенстве уже владеет русским языком и читает в оригинале Толстого и Достоевского. Вот здесь, безусловно, интерес к России его в некотором плане тоже очень сближает еще с одним очень интересным психологом, но только испанского происхождения. Это Германом Роршахом, который тоже к России испытывал достаточно большой пиетет, большое уважение. В 1904 году родители Асаджоли переезжают из Венеции во Флоренцию и Флоренция становится для Роберто второй родиной. Здесь он прожил большую часть своей жизни, здесь он получает высшее медицинское образование по неврологии и психиатрии. Но надо сказать, что после Первой мировой войны он переезжает в Рим, несколько лет работает там, и там женится на Нелли Чаопетти, католичкой, которая достаточно интересовалась теософией. Тоже одно очень интересное пресечение, потому что мать Роберто Асаджоли тоже очень интересовалась теософией, мистикой. Теософское общество Елены Блаватской – это как раз была ее тематика. Итак, брак у Асаджоли достаточно счастливый, продлился он более 40 лет, и жена умирает в 1962 году. Как ученый Асаджоли достаточно рано начинает себя проявлять. В начале века он публикует несколько статей, которые идут на стыки философии, культуры, медицины, религии, востоковедения. И, в принципе, постепенно, благодаря этим статьям, он переходит к теме психосинтеза. Здесь, безусловно, очень близко мы можем увидеть пересечение с идеями Карла Густава Юнга. И эта встреча в дальнейшем состоится. Первая работа, которую Асаджоли пишет по психосинтезу, была опубликована в 1906 году. Называлась она «Значение смеха и ее использование в педагогике». Чуть позже эту статью стали называть «Улыбающаяся мудрость». А сама статья перекликается очень близко к статье Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному». Кстати, именно по идеям Фрейда, одна из них заключается в том, что человек смеется над тем, что вызывает у него страх или опасение, как раз была создана одна из отечественных методик, то есть юмористических фраз под руководством Александра Георгиевича Шмелева. Ну, мы все-таки возвращаемся с вами к теме непосредственно Асаджоли. Ну, еще буквально предложение в плане юмора, что я тоже достаточно, ну, посвятил несколько своих тем, несколько своих статей о проблеме юмора, и одна из них была связана как раз с межнациональным юмором, в котором как раз выявлял специфику межнациональных отношений и их особенностей. Ну, и дальше, возвращаясь уже к Асаджоли. Асаджоли пишет статью по материалам своей психиатрической практики. Эту практику он получает в лечебнице Сан-Сальви. И в 1907 году активно работает над докторской диссертацией, завершает ее, когда ему исполняется 21 год. Называется эта диссертация достаточно лаконична «Психосинтез». Уже тогда Асаджоли старался смотреть на мир целостно. Вот посмотрите, здесь очень интересное пересечение. Флоренция как микрокосм, да, как модель макрокосма. Вот это вот микро и макрокосм, вот это некоторая мистика. Психосинтез то же самое, целостный взгляд на мир. И самое главное, что считал Асаджоли, этот взгляд на мир должен быть позитивным. И он вырабатывает такую формулировку для себя. Жить нужно так хорошо, как только это возможно. И смотреть на себя обязательно с улыбкой. В целом, характеристика, я думаю, абсолютно современная в любом времени. Асаджоли много внимания уделяет психосинтезу, но он понимает, что, в принципе, находиться в рамках одной дисциплины ему слишком тесно. А учитывая его особый интерес к культуре и философии, естественно, необходимо некоторое расширение познаний. Вот в этом плане, как раз на начало века, на начало 20 века, Асаджоли становится одним из ярких интеллектуалов Флоренции. Вот что самое интересное, это то, что Асаджоли постепенно начинает понимать, что необходимо дополнительное общение. Но для того, чтобы это общение сформировать, он, это уже не первый случай из последних лекций, в которых я упоминаю, создание журналов, создаёт свой собственный журнал, который называется «Леонардо». Ну, правильнее сказать, не сам создаёт, создаёт всё-таки его друг Джованни Паппинни, но этот журнал становится, в принципе, рупором идей Асаджоли. И сам Асаджоли становится одним из главных редакторов этого журнала. Откуда идёт название «Леонардо да Винчи»? Ещё одна персоналия, напрямую связанная с Флоренцией. А ещё, что важно, «Леонардо да Винчи» – это образец научно-духовного подхода к творчеству, к изобретательству. То есть это тоже достаточно хорошая подсказка. Асаджоли первым в Италии начинает психоаналитическую работу и, собственно, доволен результатами этой работы. Но понимает, что надо учиться дальше. И отсюда в 1910 году в Болонии он принимает участие в Международном конгрессе, излагает свои представления о бессознательных процессах психики, выступает с некоторой критикой психоанализа и предлагает разработку своих собственных методов психотерапии. В 1910 году Асаджоли заканчивает медицинское образование, переезжает в Швейцарию, где продолжает обучение психиатрии Уэгена Блейера. А Блейер нам известен сразу по нескольким персоналиям, естественно. И какие темы тогда для Асаджоли более важны? Это исследование шизофрении, которое тогда называется Деменция Прекокс. Еще как бы одно небольшое пресечение. Именно так Деменция Прекокс называлась первая книга Карла Густава Юнга, то есть раннее слабоумие, мягкое слабоумие. И, соответственно, вторая тема, которая Асаджоли в этот период сильно интересует, это психоанализ. А Швейцария в этот период как раз своеобразная мекка, куда многие начинающие психиатры, клиницисты стремятся попасть. В Цюрихе Асаджоли знакомится с Карлом Густавом Юнгом. И надо сказать, что обоюдное знакомство, обоюдное общение продолжается всю жизнь обоих ученых. При этом Юнг прожил несколько больше, мягко сказать, больше, нежели чем Асаджоли. Юнг прожил 94 года, Асаджоли 86, но самое важное то, что в целом они общались всю свою дальнейшую жизнь. А Асаджоли изучает разные психологические системы. Очень интересная для него оказывается система, которую предложил человек достаточно яркий, необычный, у меня о нем была отдельная лекция, это американец Уильям Джеймс. Безусловно, натура крайне противоречивая, но самое главное, довольно стремящаяся познать себя, свою внутреннюю суть, свою целостность. А по биографии того же Джеймса мы знаем, что он был достаточно нецелостным человеком. Но в своих изысканиях стремящийся к целостности. Еще одно небольшое пресечение, почему Асаджоли и Джеймс настолько оказываются близки. Джеймс разрывался между несколькими науками, между несколькими дисциплинами. И в его биографии было так, что медики считают его гениальным психологом и философом, считают его гениальным врачом и психологом, но никто не считает его представителем своей профессии. То есть он везде оказывается несколько близким, но все-таки представителем другой профессии. Вот это был, будем считать, некоторый крест Уильяма Джеймса. Асаджоли удалось преодолеть эту чуждость, мало того, даже в легкой критике психоанализа, которая, ну, Фрейд к этому относился всегда достаточно критично, Асаджоли удается выдерживать настолько ровные позиции, что Фрейд относится к нему достаточно позитивно. Итак, Асаджоли, да, еще один психолог, с которым Асаджоли находит много близкого, это Анри Берксон. И, собственно, в этот период, в этот период, в 10-е годы 20-го века, Асаджоли начинает тесно сотрудничать с психоаналитическим движением в Европе, входит в члены сообщества Фрейда в Цурихе, становится членом международного психоаналитического общества, сотрудничает с официальным изданием психоаналитиков, мало того, пишет статью «Теория Фрейда в Италии», естественно, Фрейд с интересом относится к этой статье, и сотрудничает с периодическим изданием, которое называется «Психоанализ». В этот период Асаджоли создает небольшую, условно небольшую исследовательскую группу, 19 человек, которые начинают заниматься изучением души и природы психики. В период с 1912 по 1915 годы Асаджоли написал множество статей в периодических итальянских научных журналах. Один из них – это журнал «Психи». Этот журнал основывает уже он сам. В прошлой лекции я как раз рассказывал опять о создании журналов. Обратите внимание, многие исследователи создают свои собственные журналы, которые становятся для них рупором их собственных воззрений, собственных взглядов. И еще один журнал назывался он «Ультра» и пользовался успехом в интеллектуальных кругах Италии. В 1912 году Асаджоли публикует статью о своих профессиональных поисках в журнале «Вестник психотерапии». Этот журнал издавался в России и принадлежал русскому психоаналитическому обществу. На итальянский язык Асаджоли переводит работы Фрейда. И, собственно говоря, здесь-то как раз, а это период 1912 года, Юнг, еще не разорвавшись с Фрейдом, произойдет это в 1913 году, Юнг ставит на Асаджоли, делает на него большую ставку. И вот как Юнг писал Фрейду в этот период в письме. «Очень приятный и, возможно, ценный знакомый наш итальянец доктора Асаджоли из психиатрической клиники во Флоренции. Профессор Танце предложил ему работу в качестве диссертации. Молодой человек очень сообразителен, кажется чрезвычайно образованным и увлеченным последователем, который вступает на новую территорию с истинным жаром. Он желает посетить нас следующей весной». Вот именно это увлечение психоанализом выделяет Асаджоли из других итальянских его современников, которые более подходили к изучению психики с позицией неврологического инструментария. Но, собственно говоря, чем дальше Асаджоли занимался изучением психики, тем меньше его устраивал психоанализ. И уже в поздние годы, в 60-е годы XX века, он говорил, что занимался психоанализом в Италии, но быстро убедился в его некоторой ограниченности. Поэтому он начинает более заниматься разработкой своей собственной системы. Но, естественно, Первая мировая война, как и в разработке систем других авторов, и Адлера, и Юнга, и Фрейда, вносит свои коррективы. И здесь, в период 2014-2017 годов, Асаджоли работает в качестве доктора и психиатра и занимается реабилитацией раненых. А сталкиваясь с человеческими страданиями, он все более начинает убеждаться в том, что гуманистические взгляды и позитивный взгляд на мир оказываются тем самым лекарством, которое необходимо людям. И именно это лекарство может дать психиатр и психотерапевт. В 2018 году Асаджоли приезжает в Рим, и через несколько времени он открывает Институт культуры и терапии психики, а позже этот институт оказывается переименованным в Институт психосинтеза. Асаджоли все более интересует темы, связанные с позитивными аспектами психологии и психотерапии, и в частности темы развития воли. В письме на открытие Института, в своем приглашении на открытие Института, его речь как раз и оказывается посвящена теме развития воли. Чуть позже Асаджоли напишет статью на английском, которая будет называться «Акт воли», которая в дальнейшем будет издана в качестве книги. Издана она будет в год смерти Асаджоли в 1974 году. И в плане воли, почему именно эта тема оказывается важной? Именно эта тема – это ответ на вызов времени. Ситуация в стране меняется. К власти в Италии приходит Бенитто Массолини, и необходима сила воли, сила духа для того, чтобы противостоять усилению диктатуры власти. Первоначально Асаджоли не трогают. И в 1933 году он публикует книгу «Новый метод лечения психосинтез». В этом же году он открывает школу, институт психосинтеза во Флоренции. А директором и администратором этой школы становится его коллега Спалетти Распоини. Дело в том, что Асаджоли сам старался не заниматься административной работой, предпочитая научные исследования. И там, именно в этом институте, в этот период Асаджоли читает цикл лекций, наши скрытые энергии, их использование в образовании и медицине. Именно в 1930-е годы Асаджоли начинает особенно увлекаться востоком. И у него появляется идея, гипотеза, согласно которой любая человеческая эмоция, переживание, любой импульс, который в сознании человека проявляется, имеет свою противоположность и имеет свое обязательное внутреннее сопротивление. И, соответственно, задачей психолога и психотерапевта является помочь клиенту примирить вот эту внутреннюю вражду, обязательную внутреннюю вражду, и осуществить психосинтез этих противоположностей. Если это получается, то человек обретает высшую самость. Вот, в принципе, безусловно, это подход более восточный, нежели чем европейский. А в самости Асаджоли видит сплав сознания и воли, который не тождественней телесной оболочке, не тождественной эмоциональной структуре и эмоциональной сфере. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Самое главное, когда человек сможет усовершенствовать свое земное персональное сознание, он соединяется с самостью, которая носит космический масштаб. Вот здесь очень интересные пересечения. У Асаджоли очень обостренная интуиция, и она ему как раз в 30-е годы весьма и весьма будет пригождаться, именно тогда, когда он будет заниматься в том числе и медитацией. Асаджоли в своих подходах ссылался не только на восточных мистиков, но и на западных мистиков. Святой Иоаннгель Акрус, Франциск Осийский, Днеоплатоники – это все пересечения. И книгу, которую он так и не завершил, называлась она «Трансперсональное развитие», он исследовал сакральную символику. Вот как раз по поводу сакральной символики здесь тоже очень важный момент – еще одно пересечение с работами Карла Густава Юнга. Асаджоли старался во многом как раз изучать восточную целостность, именно восточную целостность личности. И если мы возьмем его работы, если мы возьмем его подход, то здесь, наверное, тоже можем увидеть много пересечений с Востоком. Итак, первый момент, когда Асаджоли создает свою структуру личности, то в ней как раз присутствует некоторая ступенчатость. Вот сколько значений. Некоторые исследователи проводят параллель между древом Сефирот и психологическим яйцом Асаджоли, в котором как раз вот эти семь уровней, семь слоев выделяется. Но только вот здесь очень интересно. В Кабале традиционно выделяется девять элементов, а в восточной культуре семь. Вот у Асаджоли именно семь слоев, а не девять. Поэтому здесь он все-таки более близок к Веданте, нежели чем к Кабале. И еще. Именно в этом психологическом яйце Асаджоли мы можем видеть некоторые пересечения с теософией Елены Балавадской. Вот об этом Асаджоли старался говорить минимально. Он считал, что это его собственная точка зрения, его собственный взгляд. И об этом распространяться он не любил. Уже позже, практически за полтора года до своей смерти, Асаджоли в одном из интервью как раз признался в том, что всю свою жизнь он был близок к идеям Елены Балавадской. Мало того, в кабинете Асаджоли было всего лишь несколько картин. Среди них две картины Рериха, Николая Рериха, которые тоже несколько оказываются связаны с тематикой Балавадской. А еще именно тема Агни-йоги для Асаджоли была довольно близкой. Кстати, какие картины Николая Рериха висели в кабинете Асаджоли? Это две репродукции «Знамена Востока» Дозор Гималаев и «Айрод. Вестник Белого Бурхана». Асаджоли переписывался с Рерихом, была личная переписка, поэтому тоже пересечения явны были. А теперь еще один момент. В 30-е годы XX века Асаджоли называют современным святым франциском осиским. В связи с тем, что он мог не только свободно говорить на нескольких языках, читать лекции на нескольких языках, но самое главное, что излучал внутреннюю духовную мощь и стимулировал слушателей к духовному обновлению жизни. Параллельно с этим в двух странах, в одной, в которой он живет, и в второй, которая находится рядом, два лидера политика также заявляли о духовном обновлении людей и воздействовали на слушателей. Это Бенито Муссолини и Адольф Гитлер. Вот очень интересный, на самом деле, параллель. Асаджоли в этом плане оказывался на некоторой духовной периферии, но все-таки именно эзотерические учения его более привлекали. Политика его отталкивала, как и административная деятельность. И очень важный момент. Асаджоли очень не любил, когда его пытались сравнивать или уподабливать эзотерикам. Для него очень важно было состояться в первую очередь как ученому. Поэтому он проводил различия между своей духовной верой, профессиональными убеждениями. Ну, среди прочего, Асаджоли являлся сторонником реинкарнации. И он отделял эти воззрения от своей работы в качестве психиатра, психолога, психотерапевта. Как писал Асаджоли в тот период, психосинтез не ставит своей целью и не пытается дать метафизическое или теологическое объяснение великой загадки, причем загадка с большой буквы. Он ведет лишь к двери, но не далее. В данном случае Асаджоли видит свое назначение в том, чтобы сделать психосинтез мостом между духовным путем, на который становится человек, и психологической гармонизацией личности. Но, вот очень важный момент. В настоящее время по-прежнему достаточно популярна так называемая эклектическая увлеченность ориенталистскими техниками, восточными техниками, связанными с фэн-шуем, связанными с йогой. Но, к сожалению, здесь есть очень важное упущение. Оно заключается в том, что люди не занимаются философией, не занимаются изучением восточной философии, а стараются через отдельные, несколько дискретные, что ли, элементы, через усвоение их, такие, как, допустим, фэн-шуй, реализовать какие-то задачи. Но, безусловно, это остается только некоторым условным увлечением. Ну, кстати, так же, как современная условная астрология, астрологические прогнозы или гороскопы имеют весьма и весьма отдаленное, родственное, хотя, но весьма и весьма отдаленное значение с той самой астрологией, которая была в Средневековье. Я достаточно серьезно отношусь к людям, которые занимаются, профессионально занимаются астрологией. Я в этом ничего не понимаю. Я не считаю, что это, как бы, часть современной науки, если так, как бы, да, можно называть. Но в то же время есть некоторые элементы, довольно интересные, которым можно прислушаться. И имеет смысл обратить внимание. Я никогда не буду это отрицать, что это существует. Но, с другой стороны, современная астрология, журнальная, газетная, телевизионная, простите, это все относится несколько к развлечению, к некоторым играм, к эклектике. И это не даст никакого эффекта, кроме как, ну, некоторого засорения мозгов. Итак, Асаджиоли подчеркивал, что без специальной подготовки физического и психического тела к восприятию энергии высшего Я, теоретическое изучение духовной литературы, занятия медитациями не дадут никакого серьезного результата. В принципе, именно такой же вывод делает он здесь. То есть, обязательно необходима глубокая подготовка, в первую очередь, через физическое и психическое тело. При этом Асаджиоли считал, что для глубокого усвоения именно глубинной духовной составляющей человеку необходима групповая работа. Вот это уже очень интересное пересечение с идеями Марино. Единый социальный организм, идея тела, здесь как раз они очень хорошо пересекаются. И в этом плане Асаджиоли в 30-е годы обращается к своему ученику, Сержа Бартоли, и предлагает ему в городке Чита, Делла Пьеве, в провинции Умбрия, создать общину, создать общину для того, чтобы изучать духовную культуру. Если у Асаджиоли это получилось, и он собрал аж 19 исследователей, которые стали заниматься спецификой психики, кстати, здесь очень интересное тоже есть одно пересечение, есть замечательная книжка «Танатанафты», в которой как раз современный писатель рассматривает, описывает группы людей, которые пытаются понять, что же находится там за границами смерти. Ну, учитывая то, что эта книга имела продолжение, причем там уже шесть целых книг именно на эту тему было написано, империя ангелов, и мы боги, и так далее, и так далее, и так далее, то здесь как раз тоже очень похожая идея, то есть создать группу единомышленников. Но у Бартоли получается создать эту группу единомышленников гораздо в более поздний срок, и, что самое главное, собирает он 12 человек. Ну, ладно. Так, теперь, к началу 30-х годов Асаджиоли, продвигается в идеях изучения психосинтеза, пишет статьи, которые потом, уже в 60-е, в середину 60-х годов, издаются в его книге «Психосинтез». Что это за статьи, которые дальше лягут в основу этой книги? «Динамическая психология и психосинтез», «Самореализация и психические расстройства», и в ней как раз Асаджиоли очень важные компоненты своего конструкта научного объясняет. В 1933 году он создает яйцеобразную или овальную диаграмму, которая представляет картину человеческой психики. В ней изображаются отношения, которые возникают между сознанием отдельного человека, его личным бессознательным и коллективным бессознательным, а также изображаются уровни бессознательного. Что же, собственно, происходит с детищем Асаджиоли с психосинтезом? В 1938 году в Италии начинается гонение на Асаджиоли лично и, соответственно, на психосинтез. Причины, первая причина – это пацифизм Асаджиоли и его интернациональный взгляд, интернациональный подход. Он старается общаться с разными учеными, не пытаясь ограничиваться в сугубо национальных школах. Кстати, в этом плане одно очень печальное, пожалуй, такое печальное аналогия – это Штефан Суайк, который, будучи космополитом, человеком, не признававшим государственные границы и предпочитавший общаться с разными интеллектуалами Европы, знавшим в совершенстве несколько языков, в конце 30-х годов вынужденно эмигрировавший в Южную Америку, где, собственно, и заканчиваются его годы жизни, оканчивается все это весьма печальным самоубийством, но перед тем, как решиться на этот шаг, Суайк пишет последнее свое произведение «Воспоминания европейца». Книга очень тяжелая, книга очень специфическая. Кстати, английская группа «Под шубойс» именно Суайгу этого периода посвятила отдельную песню, которая называется «Алфи Дерзейн». Вот именно здесь очень важный момент, что Суайк как раз описывает окончание 30-х годов, его поездку в Лондон, его последнюю встречу с Сигментом Фройдом, которого он знал лично и много лет, и вот эту некоторую внутреннюю депрессию, внутреннюю печаль, осознание тяжести определенной, которая наступает на Европу и невозможность этому противостоять. Ну, возвращаюсь непосредственно к Асаджиоле. А Дучи, он же Муссолини, пацифизм ненавидел, А Асаджиоли всегда старался от политики держаться на дистанции, на расстоянии. У Муссолини первоначально, у правительства Муссолини, была идея привлечь известных европейских ученых к некоторой политической деятельности. Здесь именно Асаджиоле оказывался абсолютно неудел, он отказывался от такого воздействия, и, естественно, это был первый такой колышек во взаимоотношениях Асаджиоли и власти. Второй колышек – это то, что ближайший союзник Муссолини, Гитлер требовал от Муссолини быстрого решения еврейского вопроса, вопроса расовой чистоты в союзнической Италии. Ну, это вот тоже некоторый очень интересный момент. Один из представителей евгенической антропологии конца 30-х годов, немец Гюнтер, как раз выделял основные типы, основные арийские типы. Так вот, итальянские итальянцы относились к одному из самых низших типов арийцев с довольно невысоким уровнем интеллекта. Это было тоже очень интересно, потому что союзническая Германия – Италия, немцы – высшие арийцы, итальянцы, испанцы, и же с ними оказываются низшими арийцами. Весьма странное деление, такое антропологическое, как они тогда это называли. Но не будем уходить в этот, ну, мягко сказать, довольно болезненный, не то что болезненный, а больной, что ли, да, такой достаточно период, история Германии. Итак, вся проблема в том, что в жилах Асаджиоли была еврейская кровь, так же, как она была в жилах Фрейда, так же, как она была в жилах Цвайга и так далее. И, соответственно, вот все это стало раскручиваться. Сначала Асаджиоли арестовывают, помещают под стражу, затем сажают в тюрьму, после этого выпускают, но он понимает, что это ненадолго. Но, что самое интересное, именно этот период для Асаджиоли оказывается более продуктивным, и именно в нем он находит для себя новые подсказки. Вот здесь я сделал еще одно пересечение. Я довольно специфично отношусь к произведениям Джека Лондона, но одно произведение его вызывает у меня достаточно большой интерес. Это его книжка «Смирительная рубашка» или «Путешественник по звездам». Там как раз речь идет о профессоре, которого арестовывают, это происходит в Америке, арестовывают за убийство, которое он не совершал. Он ожидает казни, но периодически его помещают в «Смирительную рубашку», и он обучает себя видеть свою прежнюю жизнь. Вот это вот некоторое такое пресечение. Почему это близко с Асаджиоли? Во-первых, потому что Асаджиоли верит в реинкарнацию, убежден, что это именно так и есть. А второе – это то, что он, находясь в условиях тюрьмы, и оказывается свободен. Перед смертью в 1973 году он напишет статью об этом периоде и назовет ее «Свобода в тюрьме». Именно тогда, в конце 30-х годов, Асаджиоли увидел, что в абсолютно стесненных обстоятельствах он имеет возможность выбора своей реакции на решение внешней свободы, соответственно, он остается внутренне свободен. Вот так же, как внутренне свободен, остается главный герой книжки Джека Лондона «Путешественник по звездам». То есть здесь тоже пересечения специфичные. Итак, Вторая мировая война. Асаджиоли оказывается под угрозой ареста, переходит на нелегальное положение, периодически вынужден ночевать в альпийском высокогорье под открытым небом, переходит из деревни в деревню с группой беглых заключенных, среди которых, по воспоминаниям, был британский парашютист, солдат-парашютист. В 1943 году нацисты стараются его поймать. Они наведываются периодически к нему в дом, устраивают засады, сжигают принадлежавшую ему ферму. Но у Асаджиоли оказывается достаточно обостренной интуицией. Дело в том, что он все равно продолжает опыт медитации и каким-то образом вовремя что-то его предупреждает о том, что он должен уйти, скрыться. Вот здесь как раз тоже очень интересный момент, что подсказка, сильно выраженная интуиция. Но случается достаточно серьезная трагедия для него уже после войны. Умирает его сын Иларио, Иларион, умирает от туберкулеза, достаточно быстро сгорает. Это уже послевоенный период. После войны Асаджиоли восстанавливается в своей работе, восстанавливает институт психосинтеза во Флоренции. Кстати, этот институт и в настоящее время функционирует. И постепенно психосинтез начинает получать международное признание. В 1957 году он получает признание в Соединенных Штатах, в Далавере. Там создается фонд исследования психосинтеза, который потом переводится в Нью-Йорк. И начинается публикация трудов Асаджиоли на английском языке. И мало того, по мере того, как Асаджиоли приезжает в Америку и читает там лекции, именно в тех городах, где это происходит, создаются центры и школы психосинтеза. Асаджиоли очень близко сотрудничает с одним из авторов гуманистической психологии Абрахама Маслова. Здесь тоже очень важное пресечение, что гуманистическая психология и трансперсональная психология, которые чаще всего относятся к Асаджиоли, оказываются весьма и весьма близки. И не только потому, что они возникают приблизительно в одно и то же время, а именно после Второй мировой войны, правильно сказать, ближе к 60-м годам, как раз относят возникновение этих двух направлений. Но и потому, что некоторые взгляды оказываются весьма и весьма близки. Вот у Асаджиоли самая главная идея внутренней гармонизации личности, которая достаточно близко может идти к идее самоактуализации. В дальнейшем центры психосинтеза начинают открываться в Европе, в Швейцарии, в Австрии, в Англии, в Швеции, в Финляндии, в Норвегии, в Греции, в Голландии, в Германии. Ну и, естественно, в таких странах, которые прямо или косвенно были связаны с эмиграцией, в частности русская эмиграция, это Аргентина, ну и даже в Индии. Психосинтез начинает признаваться Европейской ассоциацией психотерапевтов как достаточно серьезное, ощутимое направление психологии и психотерапии. И сегодня, в принципе, в Международном справочнике психосинтеза насчитывается 107 институтов психосинтеза в 32 странах. В Италии, в одной Италии, аж 16 центров. В отличие от Юнга, который был достаточно продуктивен и написал довольно большое количество книг, Ассаджиоли пишет всего 5 книг, но зато никаких важных. Это «Психосинтез», это «Акт воли», это книга о духовном кризисе, это книга «Трансперсональное развитие» и книга «Типология психосинтеза». Ну, было множество эссе, статей, многие которых переводились, но, повторюсь, 5 основных книг. До конца своей жизни Ассаджиоли сохранял юношескую жимость ума, готовность осваивать новые области, и это, кстати, тоже очень важный показатель того, что человек продолжал развиваться. Помните, когда я рассказывал про Якова Леви Марино, я как раз говорил, что как только Марино почувствовал, что он перестает быть творческим, что он перестает быть связанным с внешним миром, он перестал принимать еду. То есть для него вот этот акт свободы определенной был очень важен, интеллектуальной свободы в том числе. То же самое касается Ассаджиоли. Вот эта живость ума, эта включенность в жизнь, это желание познавать, учиться, получать удовольствие от учения. И вот уже после 70 лет Ассаджиоли начинает чувствовать, что ему не хватает познаний в области русской культуры, русской литературы. И поэтому он начинает подучивать, вспоминать русский язык, который он когда-то изучал, и уже через год он в совершенстве владеет этим русским языком и читает наших классиков. Особое, безусловно, влияние на него оказывают книги Достоевского и Толстого. Но по-особому он относится также и к Тургеневу. Умирает он 23 августа 1974 года в возрасте 86 лет в городе Каполона, в Ореце в Италии. То есть, в целом, биография достаточно живая, полная, подробная. И самое главное, как в биографиях некоторых психологов, мы видим, что этот человек развивается на протяжении всей своей жизни. Очень интересное пересечение в учении Асаджиоли можно найти в книге еще одного писателя. Это Германа Гесса в его романе «Степной волк». И там, в главе, которую описывает магический театр, мы можем видеть множественного человека, который делится не только на Гарри Галлера и Волка, но и на целый сон личностей, человечков, который отсылает нас как раз тоже к идеям Асаджиоли. Ну, теперь давайте рассмотрим как раз сами идеи психосинтеза Асаджиоли. И так, как я уже говорил, на дорогу психосинтеза Роберто встает достаточно рано, в возрасте 15 лет, и это связано с его особым интересом к философии, культуре, медицине, истории, и, естественно, особое влияние на него оказывает знакомство с трудами Зигмунда Фройда. Также его докторская диссертация Асаджиоли, которая называлась «Психосинтез», тоже как бы является некоторым цементирующим будущего учения о психосинтезе. Как я уже говорил, в своей работе Асаджиоли в некотором плане мягко, достаточно интеллигентно критикует психоанализ и предлагает некоторые свои методы психотерапии. Это в 21 год жизни. К его трудам относятся достаточно скептически, да и сам он в это время не удовлетворен результатами, информации не хватало полной, и вот отсюда как раз начинается его попытка обучения и изучения. Давайте рассмотрим более подробно, что же, собственно говоря, представляет из себя структура, основные положения психосинтеза, структура психосинтеза. Итак, первое. Асаджиоли принимает классический психоанализ Фрейда, но дополняет его терапевтическим подходом Карла Густафа Юнга. По Юнгу этот процесс предусматривает две стадии. Сначала аналитическую стадию, а потом синтетическую. Сначала анализ, а потом синтез. Асаджиоли писал, что классический психоанализ заканчивается, заканчивается только анализом. То есть там как раз рассматривают только причину невроза, и помогают некоторые элементы описать. Но сложить из них новую личность достаточно сложно. Поэтому для того, чтобы понять личность человека, необходимо разделить ее на следующие довольно большие конструкты. Ну, это как раз вот это яйцо Асаджиоли, которое включает в себя семь слоев. Самый низший слой – это низшее бессознательное, потом идет среднее бессознательное или предсознание, дальше идет высшее бессознательное или супербессознательное, а следом за ним идет поле сознания, сознательное я, высшее я и, наконец, коллективное бессознательное. Ну, давайте более подробно рассмотрим каждое из них. Итак, низшее бессознательное у Асаджиоли очень близко к фрейдовскому. Это оно, которое включает в себя основные животные инстинкты. Здесь Асаджиоли считает, что условно локализуются некоторые парапсихические процессы, фантазии, которые могут быть как с одной стороны источниками творчества, так и с другой стороны источниками тревог, кошмаров и опасений. А второй слой – это среднее бессознательное или бессознание, предсознание, точнее. То есть это некоторая промежуточная зона бессознательного в сознании и, наоборот, сознание в бессознательное. Здесь наши бессознательные ощущения, восприятия, впечатления оформляются в осознаваемой, в той или иной степени, психические состояния науки. Вот здесь, пишет Асаджиоли, здесь зреют плоды нашего ума и более четко происходит осознавание потребностей. Это эмоции, интуитивное озарение потребностей и прочее. Третий слой – это высшее бессознательное или супербессознательное. Если предыдущие слои личности влияли на сознательное снизу, то высшее бессознательное влияет на него сверху. То есть это такое важное дополнение к структуре личности Фрейда, который отводил бессознательным только нижний этаж. А по Асаджиоли бессознательное может воздействовать и сверху вниз. По Фрейду бессознательное – это примитивные эмоции, это инстинкты определенные. Но по Асаджиоли – это как раз более важные установки, которые могут влиять на поведение человека. То есть по Асаджиоли человек более целостен, так как бессознательное у него имеет не только низшую, но и высшую форму, включает в себя врожденные ценности, включает в себя альтруизм, включает в себя потребность в красоте, включает в себя обязательное творческое самовыражение, которое мы увидим обязательно у детей, а потом оно может несколько блокироваться. Ну, такой небольшой отсыл к трудам Роджерса и Маслова. То есть в данном случае это как раз высшая бессознательность. Сюда же к высшему бессознательному относятся героизм, самопожертвование и другие высокие чувства и потребности. С низшего уровня их очень сложно объяснить. Мало того, согласно Асаджиоли, высшее и ниже бессознательное не является хорошим или плохим, лучшим или худшим. Каждая из них выполняет свою значимую роль. И самое главное, что творчество, допустим, если творчество по Фрейду – это просто сублимация либидо, то по Асаджиоли творчество – это самостоятельный высший инстинкт. Еще один очень важный момент – это то, что по Фрейду сверх «я» как бы вытягивает наше эго из бессознательных инстинктов, а по Асаджиоли бессознательные инстинкты тянут человека и вниз, и вверх к реализации высших потребностей. То есть бессознательное оказывается не только темным, но и светлым, положительным, которое развивает человека в положительную сторону. Удивительно то, что Фрейд достаточно лояльно относился к этим воззритиям. Тут я просто еще раз на это обращаю внимание. Следующий слой называется поле сознания. Что такое поле сознания? Это осознаваемая, анализируемая индивидом, часть личности, часть ощущений и часть восприятий. Поле сознания, по Асаджиоли, не объективно. Человек может предполагать, что это именно так. Часто человек хочет верить в то, что тот мир, который он осознает, является таковым, каким его видеть более приятно. Вот это и есть поле сознания. Оно может весьма и весьма быть далеким от реальности. Кстати, здесь тоже можно найти такую аналогию «я реальное» и «я зеркальное». «Я зеркальное» – это поле сознания. Когда мы смотрим в зеркало, мы хотим видеть себя в зеркале такими, как нам приятно. А когда мы отходим от зеркала, мы становимся «я реальным», соответственно, тем, которым мы есть в жизни. И этот человек в жизни не всегда для нас приятен. То есть поле сознания – это то, что мы хотим видеть. Следующий, более высокий слой – это сознательное «я» или эго. Это то, что находится в центре сознания. И это поле охватывает ощущения, восприятие. Это отражение, рефлексия «я». То есть это «я», которое видит себя со стороны. И, наконец, самая высшая структура, седьмая, это коллективное бессознательное. Здесь Асаджиоли согласен с Юнгом в том, что индивидуальное бессознание, бессознательное существует неизолированно. И связано с коллективным бессознательным в пространстве. То есть это связь с психикой современников, связь с нашими соотечественниками, связь с нашими людьми, которые общаются с нами в этом времени, на одном языке с нами или на языках нам близких, Буду. И, соответственно, это некоторая связь во времени. То есть это связь с памятью предков, психогенеалогия откуда-то, это связь поколений, и это опыт всего человечества. Вот именно коллективное бессознательное здесь оказывается тоже достаточно интересным. Допустим, мой опыт работы с коллективным бессознательным был следующим. При некоторых опытах с гипнотической регрессией я вводил людей в следующую установку увидеть свои предыдущие жизни. Вот некоторые из них описывали эти жизни достаточно ярко, некоторые исторические периоды. Это могли быть как начало XX века, так и несколько другие времена. В ряде случаев это было Средневековье, были страны, которыми они особо не интересовались. Но там я давал и следующую установку последний день жизни, вот той жизни, где довольно подробно мне люди описывали, что они видели. И вот удивительное дело, когда я выводил из гипноза испытуемых, они несколько удивлялись тому, что они описывали, но вспоминали некоторую яркость этих впечатлений. Дальше мы искали в энциклопедиях или в интернете упоминания о тех периодах и находили некоторые очень интересные пересечения. То есть даже если в своей сегодняшней жизни человек мало интересовался этим временным периодом, почему-то это всплывало на уровне его бессознательного. Вот тут возникала достаточно интересная идея. Если в 90-е годы 20-го века отназывали общее энергоинформационное поле, то в принципе, на самом деле, если копнуть несколько дальше, это как раз выход в коллективное бессознательное, о котором писал Юнг и Асаджиоли. Но самое главное, определяющим условием такого психического здоровья Асаджиоли считал постижение своего высшего, целостного, истинного Я. Именно на базе этого постижения высшего Я индивид может наладить свои гармоничные взаимоотношения с собой, с миром, с другими людьми. И, собственно говоря, это и является основной задачей психосинтеза. А психосинтез как процедура делится на следующие три достаточно важных этапа. Первый этап. Это выделение своего высшего истинного Я и постижение его. То есть где происходит выявление центра Я. Второе. Глубинное постижение своей личности в целом. И третий этап. Контроль над всеми ее составляющими частями. Вот именно достижение целостности. Теперь, пожалуй, еще, что нравится мне это определение. Что такое коллективное бессознательное? Как его определяет Роберто Саджоли? Это психический осмос между человеком и другими людьми. Теперь давайте рассмотрим основные техники, которые используются в психосинтезе. Итак, первая техника, ну, самое главное, да, как я уже говорил, цель психосинтеза – познать истинное Я и перестроить личность вокруг вот этого единого центра. Несмотря на то, что у нас наличествует некоторая двойственность, как, допустим, есть положительные черты, есть отрицательные черты, все равно у нас Я только одно, оно едино. И поэтому сознательное Я, Высшим Я не подозревает, а в ряде случаев его даже отрицает. И наше сознание чаще всего подразумевает поверхностное восприятие событий, которые происходят внутри нас или вне нас. Именно поэтому люди достаточно легко оказываются подвержены страхам, паникам, переживаниям, впадают в депрессию, в уныние. И для того, чтобы добиться некоторого единства и гармонии с собой, необходимо пройти следующие этапы. То есть глубоко изучать свою личность – это первое. Второе – контролировать ее элементы и выявлять свое истинное Я. А вот психосинтез подразумевает под собой формирование или перестройку всей личности вокруг единого центра. Итак, давайте рассмотрим такие наиболее интересные техники психосинтеза. Саджаоли считал, что наша личность многолика. Она имеет множество субличностей, ряд субличностей. То есть это наши маски, наши комплексы, это те роли, которые мы носим в социальной жизни, на работе, в семье, в обществе. И сначала надо с этим познакомиться. Для этого берете чистый лист формата А4. Ну, не обязательно А4. Пишите список того, с какими образами вы себя отождествляете. То есть это могут быть положительные образы. Это могут быть и отрицательные образы. То есть это те роли, которые чаще всего вы в жизни выполняете. На это задание можно потратить порядка 15-20 минут для того, чтобы проанализировать, подумать, убрать какие-то лишние роли и, может быть, выделить основные роли, которые являются базовыми. На самом деле их не так много, как кажется. Дальше необходимо познакомиться с какой-нибудь из личностей. Что для этого делается? Выбирается тихое место, то же самое кресло или диван. Необходимо расслабиться и представить, что вы, гуляя по лесу, набретаете на избушку. Вы заходите внутрь и стараетесь увидеть эту свою субличность. Как она выглядит, в чем она одета. Надо с ней познакомиться, выйти с ней на контакт, поговорить с ней. Спросить ее, как ее зовут, что она там делает, как она там оказалась. А затем необходимо обратиться к своим собственным чувствам. Какие эмоции вызвала эта картинка? Может ли она ограничивать вас, заставлять чувство дискомфорт, стыд или, наоборот, успокаивает, вызывает чувство гармонии, радости? Вот с каждой из таких ролей необходимо познакомиться. Возможно, в каждой отдельной избушке, в каждом домике, в каждой хижине. Повторюсь, таких ролей всего несколько. Их не так много, как кажется. Некоторые из них оказываются слишком наносными, но базовые остаются, и именно они в нашей жизни оказываются более важны. Для каждого человека эти роли несколько свои. Еще одна техника, которая называется «что есть я». Для этого необходимо мысленно повторять. Я не есть мое тело. Я не есть мои эмоции. Я не есть мой ум и мои мысли. Что есть я? И, естественно, нужно прислушиваться к себе. Лучше это упражнение повторять сразу после пробуждения. То есть, сначала сознательное будет мешать. То есть, выдавать некоторые знакомые образы наших субличностей. Поток мыслей будет несколько мешать. На это не надо обращать внимание. И в определенный момент должна наступить некоторая медитативная тишина. Это, кстати, очень похожее упражнение на ту медитацию, которую часто проводил Асаджиоли. И, может быть, это одна из тех самых техник, которые хорошо ему помогали в жизни, в частности, во время войны. То есть, ответ можно будет услышать в полной тишине. Еще упражнение для развития воли. Асаджиоли предлагал то, что, кстати, потом стало развиваться отдельным направлением позитивная психология. Мне забавно, что в одном из интервью меня назвали специалистом по позитивной психотерапии. На самом деле, это не совсем так по отношению ко мне. Но все-таки. Итак, позитивная психология. Именно по этой технике он работал с солдатами, которые вернулись после Первой мировой войны. В первую очередь, на что Асаджиоли обращал внимание, это развитие воли к позитивным изменениям. И как раз его книга «Акт воли» была посвящена этой теме. Ну, как я уже говорил, выйдет она уже после его смерти в 1974 году. Вот методики включают в себя следующие такие конструкты. Итак, подготовительные упражнения. Первое. Представьте все неприятные моменты, которые случились с вами из-за отсутствия воли. И здесь необходимо увидеть мысленным взором, что может произойти из-за этого в дальнейшем. Здесь необходимо составить список, определенный список, что может произойти. И, соответственно, необходимо прочувствовать негативные эмоции, которые с этим могут быть связаны. Второй компонент. Надо задать вопрос, что даст вам развитая воля и чего вы сможете добиться. Какие чувства это вызывает. И это надо тоже записать. Вот здесь я сразу обращу внимание, что бывает так называемая условная декларация того, что человек может добиться. Допустим, он будет полностью счастлив, он избавит себя от каких-то зависимостей, он будет поступать так-то и так-то, допустим, будет заниматься спортом усиленно. Допустим, да, как вариант. Вот эти вот внешние условные декларирования, они не всегда являются реальными. То есть, в первую очередь, необходимо представить для себя важные, не декларируемые для общества или для других какие-то ценности, которые могут навязываться извне. А именно свои реальные успехи, изменения, которые в действительности для вас могут быть важны. Третье. Представить, как, имея сильную волю, вы добиваетесь всех целей и реализуете это задуманное. То есть, насколько вы успешны. Вот первое упражнение, такое подготовительное упражнение для развития воли. Второе упражнение. Связано оно с обыденной жизнью. Здесь необходимо соблюдать режим сон, бодрствования, работа, отдых. Поясню. Вот когда-то один человек, не буду называть его фамилию, сказал, что отдых – это перемена деятельности. Я всегда говорю, что сказал – это тот человек, который не умеет правильно отдыхать. И трудоголик, трудоголизм не является отдыхом. Это является переключением, но организм должен отдыхать в реальности. То есть, необходимо найти для себя какое-то место, в котором можно отдохнуть. Иногда это можно сделать за 5 минут, за 10 минут, за час. А некоторые даже за весь период отпуска не успевают отдохнуть, и все равно каждую минуту своей жизни, каждую минуту своего условного отдыха или отпуска продолжают чем-то заниматься. Подразумеваю, что отдых – это перемена деятельности. Нет. Отдых – это освобождение себя от лишних наносных мыслей. Это освобождение себя от того, что может быть навязываться с социумом. Отдых – это возвращение к себе. А трудоголизм – это попытка бегства от себя. В данном случае соблюдение работы и отдыха оказывается очень важным. Работа, когда человек занимается делом продуктивно, отдых, когда он может продуктивно отдохнуть от этой работы, переключиться, включить внутренние ресурсы. Здесь надо следить за внутренними эмоциями и не реагировать негативно на внешние определенные стимулы. По традиции, как только человек ставит для себя эту задачу, обязательно появляются люди, обязательно появляются звонки, письма и так далее, тех, кто будут пытаться вывести из этого равновесия. Вот это правило надо помнить очень хорошо. Я контролирую свои эмоции, а не мои эмоции контролируют меня. Правило достаточно в ряде случаев сложное. Следующее упражнение для развития воли – это физические упражнения. То есть после пробуждения необходимо находить ежедневно, как человек просыпается ежедневно, по 10 минут для элементарной гимнастики. То есть какие-то банальные физические упражнения телесной оболочки необходимы. Ежедневно необходимы прогулки на свежем воздухе, если он, конечно, есть в городских условиях. Но прогулки необходимы в любую погоду, в любую погоду, без всяких оправданий. Не надо искать оправдания, почему не удалось ходить погулять. То есть это должен быть некий эмоцион, который ежедневно должен совершаться. В физические упражнения надо внести следующее правило – не перегружать себя физическими тренировками, если вы к ним не готовы. Вот эта готовность во многом зависит как от желания форсировать события, так и от некоторого непризнания собственной оболочки. Со временем физическая оболочка может утрачивать некоторые прежние параметры, возможности. Но в голове память о том, что раньше оболочка выдерживала их, остаётся. И поэтому человек, меняясь в возрасте, может продолжать давать себе те же прежние физические установки. Вот здесь надо очень аккуратно и с пониманием относиться к физической оболочке, к собственной физической оболочке. И, соответственно, не злоупотреблять тренировками, если вы к ним не готовы. Упражнения должны развивать ловкость, терпение, спокойствие. Мало того, здесь достаточно вреден педантизм. Не надо всё делать сразу, всё и сразу делать. Но начать с малого и ежедневно, по кирпичику, по шажку, идти к цели. То есть это как некоторая игра, которая начинается в жизни и которую нужно обязательно ежедневно развивать. Это как раз даст и правильный эффект, и приблизит вас к победе над собой. Вот это очень важный момент. Когда человек хочет всё и сразу, он не готов к изменениям, и тогда начинает обесценивать то, что он получает. В случае же, если он постепенно, по шагу, по кирпичику ежедневно совершает какие-то изменения, его подсознание и сознание оказывается готово к этим изменениям через несколько времени. Вот это как раз именно то, что необходимо. Ну и последнее. Асаджиоли, как я уже сказал, написал всего пять таких ведущих книг, а большую часть своей жизни, научной жизни, он предпочитал тратить на преподавание и на профессиональную деятельность, на работу с пациентами. Это был человек достаточно скромный в жизни и до последних дней своей жизни не распространялся о своей личной жизни, о своих установках, о своих верованиях. То есть он всегда чётко отделял профессиональное от личного. И его вот эта скромность во многом была очень важным показателем того, что он не пытался, как бы мы сейчас сказали, раскручивать себя вокруг какой-то определённой темы. К Асаджиоли я традиционно отношусь с достаточно большим интересом. И, естественно, его книжки, повторюсь, это «Психосинтез», «Трансперсональное развитие», «О духовном кризисе», «Акт воли» я бы, безусловно, вам рекомендовал для изучения. Либо на русском языке, либо на английском языке, либо на тех языках, которыми вы владеете.